Добрый день! Расскажу о новых книжках, которые у меня появились. Несколько лет назад писатель Михаил Зыгаль выпустил довольно плохую книжку о истории русских революций «Империя должна умереть». Вот такой здоровенный толстенный том, выпустенный Альпиной Паблишер. Кроме того, у него же выходила книжка «Вся кремлевская рать. Краткая история современной России» о Владимире Владимировичу Путине. Может быть, вы видели. Очень неплохая книжка. И недавно, буквально на днях, появилась книжка под названием «Все свободны». История о том, как в 1996 году в России закончились выборы. Выборы у нас не закончились, но таких выборов у нас больше не было. Если вы помните, это история о том, как Ельцин, не имея практически никаких шансов убедить, в итоге выборы все-таки выиграл. Вот эта история о том, как это как раз и получилось. Что происходило в стране, и как так вышло, что с 4% поддержки в итоге во втором туре Ельцин таки смог добиться победы. Победил ли он на самом деле, или все-таки эти выборы были подстроены. Все это подробно разбирается, достаточно подробно разбирается в этой книжке. Но ее, конечно, хорошо еще читать с другим замечательным изданием. Называется «Время Березовского». Вместе они создают вообще очень интересную картину. На последней странице, как обычно, куча разных интересных слов, которые взяли у Тодоровского, Быкова, Хакамады и Уруганта. Ну, они тут паре слов говорят о том, как это все замечательно, как это все интересно, как это все чудесно, как это все правдиво. Ну, по сути дела, это небольшой, в такой журнальном стиле, описание того, что и как было. Все разбито на 10 глав, рассказывающих о том, как начинается все с инфаркта Ельцина и заканчивается тем, как, в конце концов, Ельцин побеждает. Но только победа оказывается совсем не той, которую планировали победители. Те, кто тогда Ельцин помогли победить, потому что в итоге они все оказались далеко. Совсем не там, где они планировали тот момент победы. В книге масса интересных моментов. Написана она такими легкими журнальными отдельными статьями на несколько глав. Причем, значит, Загарь пошел очень интересно. Он сделал, как бы, Ельцина Людовиком XIII, а его верных соратников мушкетерами. Значит, Зюганова позвал Бекингем. Вот, ну, почитайте, посмотрите. Очень много чудесных просто моментов. Например, вот, ребята, идите домой. Значит, это когда Ельцин заболел, значит, происходит следующее событие. Прямо зачитаю дословно. В первый же день болезни, 26 октября, первый помощник президента Виктора Илюшина сообщает журналистам, что у Ельцина обострение шимической болезни сердца. Слово инфаркта он не употребляет, как ни делал этого и в июле. Вечер, проливной дождь, толпа журналистов стоит около ворота. Главный вход в ЦКБ ждут, когда кто-то выйдет и расскажет о состоянии здоровья президента. Ворота открываются, появляется первая леди Наина Ельцин. Охранник несет на ней зонт. Она торопливо идет. Они торопливо идут в машине, но по дороге останавливаются. Наина Ельцин смотрит на журналистов и заботы в голос произносит. Ребята, ну что же вы тут стоите? Идите домой, завтра из газет все узнаете. Для нас это удивительно. А ведь тогда не было еще, по сути дела, ни интернета, ни всех этих социальных сетей. Это уже всего еще не было. Это все появилось позднее. Интернет только-только начинал зарождаться. По сути дела, его толку ни у кого не было. Это потом уже в 2000-х он появится везде и всюду. А тогда это все не было. Все читали газеты, смотрели телевизор. Телевизор вообще был одним из основных, чуть ли не основным источником информации. Все его дружно смотрели. И причем это как раз то время, когда на неизбаломых советских людей свалилась реклама, которую очень много смотрели. Вот следующий буквально глава рассказывает о знаменитой рекламе Банка Империал, которую снимал Тимуру Мбек-Бомбетов. В частности ролик Ивана Грозного. Тот, который премиок один стал беспрашным. На каких условиях ты править нами будешь? После узнаете страшным шепотом, отвечает Иван Грозный, отвернувшись от толпы и уходит. С удивлением узнал, что оказывается это в этом ролике под Иваном Грозным Бек-Бомбетов понимал Ивана Ацтавича Уханова. Вот такое странное совпадение. Сейчас, конечно, этот ролик смотрится совершенно по-другому, потому что все это после узнаете. Как бы совсем другой контекст. Вот есть замечательная глава аукционный сговор. О том самом знаменитом аукционе, после которого на риске никель оказался в руках господина Потанина. И как это происходило. В частности, история о появлении фирмы Конт, которая выставила большие деньги за покупку на риску никеля. И как ее убрали с выборов. Ну а заодно напоминание о том, что Ходорковский, например, купил ЮКОС на деньги самого ЮКОСа, а заодно Министерство финансов. Такой замечательный момент. В общем, очень рекомендую. Хорошая книжка. Так же, как и предыдущие две. Очень такая нейтральная. Он без загаря не придерживается ни одной стороны, ни другой стороны. Это просто книга о том, как все было в 95-м году. И вот сейчас, через 25 лет, после того, как все это произошло, читать, конечно, удивительно. Потому что как бы что-то забылось, что-то вспоминается. Блин, ну вот при мне же вот это все было. Вот я все это помню. Все эти проголосу, а то проиграешь. И вот теперь это все в книге. Это уже история. Наставительно рекомендую. Михаил Загарь. Все свободны.